Ну чё, доедем до Краснодара с вами? Я вас очень прошу, не шутите. Я вас очень прошу. Я вас очень прошу. Ладно, ладно. Так я звоню, они, видите, что-то не отвечают. Сейчас я тоже. А с вашего номера можно? Ну, я... Моя служба по-другому другому. Слушай, 38 часов ехать я тоже не согласен. Конечно. У вас деньги хватит туда, братка? Вот вы мне это скажете. В Екатеринбурге около пяти часов пополудни и ТРЦ Гринвич на улице по сезону 8 марта приключился неожиданный токсичный глюк. Почти по Родищеву. Кстати, на перекрестке с которым и произрастает Гринвич. Что-то из цикла путешествия из Екатеринбурга в Краснодар. За 240 рублей. Кто-то скажет, не дороговато ли за 240-то рублей? Да нет, тут слово «рублей» употреблено в его исконном смысле, а не в современном понимании, в котором 240 рублей – это значит 240 тысяч рублей. О, тогда до Краснодара это капец как дешево. Декорация такая. Некто Глеб Соколов, ну так он представился, заказал Гринвичу Яндекс.Такси, чтобы добраться до гостиницы «Московская горка», что на Шейнкмана. Ехать минут пять. На эконом-заказ приехал черный Hyundai Accent, пилотируемый Суреном с юмористической фамилией Мартиросян. Поначалу все шло хорошо. Маршрут нарисовался, бездушная машина посчитала плату за проезд 240 рублей, и только-только таксишка поехала как вдруг. Мобила таксиста глюканула и перестроила маршрут, прикиньте, до Краснодара. Почему именно туда осталось загадкой, но факт, что цена 240 рублей не поменялась. Это выглядело как прикол. И таксичный пилот, и клиент понимали, что это сбой, который они обозвали хренью. Но рулевой, несмотря на ржачные ситуации, все-таки насторожился и даже взволновался. Ну, видимо, прецеденты были. А гостиница-то рядом, да? Да, 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 да. Вот мы уже почти. Через 200 метров на светофоре... Ну, если что, я вам так скину денег. А затем поверните налево. Это какая-то фигня. Нет, я понимаю, но фигня это фигня еще какая. А потом они мне будут мозги мурыжить, понимаете? Почему я отказался от заказа? До Краснодара, да? Да. Вы представьте, это что такое? 38 часов, да? Да. Вам смешно, а потом мне все мозги будут мурыжить. Данно, чтобы с меня не списали тоже денег, как до Краснодара. Да. Казалось бы, это Екатеринбург, город, в котором ВВП. Все все понимают. Но против машины не попрешь. Если в Яндекс.Такси эта машина все решает. Сама все назначает. Строит маршруты. Считает рейтинги. А доехать в экономе от Гринича до аэропорта Краснодара стоит 80 тысяч рублей. И это тоже решает машина. Глеб и Сурен стали пытаться дозваниваться до оператора. До единственного живого человека в этой железно-бездушной системе. Но в пятом часу дня дозвониться до него невозможно. Чем завершилась эта забавная история для пассажира Глеба известно. Он доехал до отеля на Шенкмана, перевел 240 рублей и пошел по своим делам. А вот как таксист Сурен разгребал свои кубанские проблемы, об этом история умалчивает. Но уверен, и там не обошлось без хэппи-энда Арфина.